Щелковская команда по футболу сумела вырвать победу. Наши ребята шли к ней весь сезон и настраивались только на нее. В минувшую субботу в универсальном спорткомплексе Подмосковья для щелковцев состоялась самая сложная игра чемпионата Московской области в Лиге БЭС с командой Павловский Посад. От ее результата зависело, кто станет победителем всех соревнований. Соперник прошлогодний чемпион Московской области. В прошлом году они выиграли. Сильная крепкая команда. В основном тоже местные ребята. У них играют свои Павловский Посадский. В этом сезоне они не потерпели ни одного поражения, не потеряли ни одного очка и приехали тоже побеждать сюда. Для того, чтобы выиграть золото чемпионата Московской области по футболу нашим парням нужна была только победа. Павловский Посад выиграл во всех восьми матчах и в этой решающей игре они сразу же пошли вперед. Все складывалось удачно. С пятой минуты соперники повели в счете. Щелковцы отыграли один мяч, но перед перерывом пропустили гол. Счет стал 2-1 в пользу гостей. Они уже ничем не рисковали. Им надо было удержать игру на прежнем уровне. А если и пропустить один мяч, то все равно для них это было приемливо. Они и тогда бы увезли золото. Но тут для Щелковцев случился момент истины. Самым поразительным было то, что наши ребята сумели выйти на вторую половину матча с таким боевым настроем, что игра практически переместилась к воротам Павловского Посада. Щелковцы шаг за шагом начали выжимать победу. Сначала Андрей Родионов сравнял счет, а затем Михаил Кирякин забил третий и, как оказалось, победный мяч. Счет стал 3-2 в пользу нашей команды. Болельщики разразились бурной овацией. Щелковцы к концу матча не выпустили инициативу. Если в начале матча со стороны наших ребят еще чувствовалась некоторая нервозность, то к концу играли уверенно и практически без ошибок. Эмоции как бы были. Во время матча немножко, может быть, в начале был какой-то мандраж. Не мандраж, а как-то немножко суета. Потом мы успокоились и довели до победы. И мы эту победу просто хотим посвятить именно всему городу. То есть, как бы чисто для города играли и для того, чтобы опять было возрождение щелковского футбола у нас здесь в городе. Победа в чемпионате дает щелковским футболистам возможность играть в более высокой лиге. Первое место по регламенту мы заслужили право на повышение в классе, в третий дивизион среди любительских команд. Но здесь не все зависит от нас. Поддержка есть от города, от наших спортивных руководителей. Сейчас вот у нас есть зима на то, чтобы решить этот вопрос. Я надеюсь, что мы найдем способ для того, чтобы команда шла выше и дальше. Андрей Цихадович, Валерий Джиглей, Щелковское телевидение.